Творчество белорусского художника Уроженца полоцкой земли Ивана Фомича Хруцкого Вошло в историю искусств Беларуси, России, Литвы и Польши В силу особенностей геополитики Многие художники белорусы XIX века Утратили в истории искусств четкую национальную принадлежность Так как учились и работали вне пределов Родины Многих только факт рождения и детские годы связывали с отчизной Не так у Хруцкого Он родился, учился, несколько десятилетий жил, работал и похоронен в Беларуси Прочную связь с родной землей не нарушает и дальнейшая география его жизни Ни петербургская академическая школа, ни работа в былых губернских российских окраинных городах Вильна и Ковна Ни эмиграция потомков художника в Польшу, куда с ними попала часть его наследия Ни даже факт подписи художникам произведений по-польски Биография Хруцкого, полная белых пятен, до сих пор вызывает пристальный интерес у исследователей Его творчасть вобрала самая налепшая достигнение европейского мастатства И то, что его имя внесено в спис знакомитых людей ЮНЕСКО 2011 годов Говорит про то, что Иван Хруцкий, его творы ставит побачь с усветными адумыми мастаками Говорит про то, что ЮНЕСКО вельми важкий уклад у историю нашего белорусского мастатства И безумовно, как мастак-профессионал ЮНЕСКО ДАСЯГНУТ ИХ ВЕРШИНЬ Мастатства, які далі махчымасть цяму быть знакомитым пазамежами своя родима В собрании Русского музея 16 работ Ивана Фомича Хруцкого Этот художник прекрасный, и всегда его работы используются на выставках Выставка ли это детского портрета, это семейный портрет работы Хруцкого, где с такой теплотой изображены дети И выставка ли это натюрморта, то, конечно, половина выставки состоит из работ Хруцкого И он отличался от своих современников европейским подходом Фруцкий был очень известным художником, известным для своих современников То есть можно сказать, что он был, как тогда говорили, модным живописцем Он и после своей смерти не ушел в тень, в забвение, его не забыли Его полотна приобретали, и сейчас они являются украшением многих музейных собраний То есть, как у художника, у него, по сути дела, была счастливая судьба Тиражированность цветных репродукций его картин в открытках, учебниках и календарях Привели к тому, что его полотна стали узнаваемыми, хотя часто и без знания имени художника Хруцкий прожил по меркам 19 века долгую жизнь Умер в 75 лет в 1885 году Парадокс, что он родоначальник русского натюрморта Современник бунтарей-импрессионистов Его творчество охватывает большую часть 19 столетия Начиная с 1830-х годов до середины 1880-х Почти полвека во временном отрезке В мировом искусстве за это время сменилось несколько стилей Романтизм, бидермайер, реализм и импрессионизм Его творчество по инерции еще воспринимается в контексте российской истории искусств 1830-х-40-х годов Как и других художников Беларуси, живших и работавших в России Расцвет творчества Хруцкого приходится на три спокойных десятилетия Между двумя кровопролитными освободительными восстаниями Хруцкий – певец этого времени спокойствия среди двух мятежей В творчестве которого не отразились ни бури, ни грозы времени Удивительно, но, к большому сожалению, не сохранилось ни одного личного письма Кроме официальных запросов Ни единого высказывания Ни бытовой черточки его характера Ни отношения к жизни и к искусству Даже фотографий Хруцкого Единичны упоминания о нем других художников Молчание, окружающее его имя, сделало его знаменитым, неизвестным Иван Хруцкий происходит из старого рода белорусской мелкопоместной шляхты герба Лилива Его родословное, составленное для правительственной герольдии в 1836 году Для подтверждения дворянского происхождения трех его братьев Родных и двоюродного Показывает 11 поколений Хруцких с начала XVI века О ранних годах художника известно немного По семейной легенде Хруцкий родился в местечке Улла Лепельского повета Недалеко от Полоцка В семье местоблюстителя Усайской церкви Фомы Хруцкого И Минадоры из рода Катырловых Крещен был Хруцкий по униатскому обряду 27 января 1810 года Младенческие годы художника, надо полагать, были непростыми Из-за военных событий 1812 года Принесших белорусским губерниям разорение и недостачи от постоев неприятельских армий В 1812 году, когда Хруцкому было два года, жителей уезда коснулась эпопея нашествия французов Две битвы которых с русскими войсками произошли под Полоцком За Иваном уже в послевоенные годы родились три сестры Детство художника было типичным для того времени Домашнее образование, состоящее в чтениях религиозного характера Пение под скрипку в послеобеденное время Посещение соседей и приездов в гости многочисленных родственников Вечернее рукоделие матери, сестер, игры с младшими и соседскими мальчишками Чтение вслух и сказки няни по вечерам Жизнь отсчитывалась от одного праздника до другого Хруцкий был шляхтичем и поповичем И происхождение отделяло его от крестьянских сорванцов, но не очень сильно Впрочем, детство в те времена длилось недолго Согласно устоявшейся шляхетской традиции Подросткам Хруцкий был отдан на учебу в лицее пиаров в древнем Полоцке Уездном городе Витебской губернии Российской империи По населенности Полоцк относился к самым крупным уездным центрам Белоруссии Уступая только губернским городам Полоцк традиционно оставался центром просвещения Высшее училище пиаров, католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием молодежи Основанный в 16 веке, было организовано после изгнания иезуитов в 1820 году И запрещение Полоцкого иезуитского коллегиума Наряду с этим новым учебным заведением в Полоцке и в соседнем губернском Витебске Открылась и светская гимназия первого разряда Но белорусская шляхта и священство предпочитало традиционное духовное монастырское образование Такое же, как получили они сами и их отцы Мы не знаем, в каком году он поступил в Высшее пиарское училище Мы знаем, что учился он в Полоцке и окончил его около 1827 года Училище из Витебска переехало в Полоцк в 1822 году Следовательно, Хруцкий мог либо поступить в Витебске, либо приехать в Полоцк Тогда в 1922 году Хруцкому было 12 лет Значит, где-то до 12 лет он тоже должен был учиться Характер обучения в Высшем пиарском училище рисованию нам неизвестен Либо это были технические навыки, либо это были навыки, его учили художеством То есть первое начальное образование художественное нам Хруцкого тоже неизвестно Как неизвестно, когда, во сколько появился его интерес, проявился его интерес к искусству Когда он начал заниматься живописью или рисунком Хруцкий окончил лицей пиаров в 17-летнем возрасте и решил продолжать обучение живописи в Петербурге Почему именно в Петербурге, а не в Вильно, в университете, где была кафедра искусств? Петербург он выбрал традиционно, поскольку у него были уже известные предшественники Которые именно из Полоцка попали в Петербург И, наверное, слава о них все-таки в Полоцке была Мы говорим о графе Толстом, Федоре Толстом, известном медальере и скульпторе, который учился в Полоцке Мы говорим о Валенте Иваньковиче, который тоже в Петербург попал из Полоцка через Вильнюс И, конечно, мне кажется, что такие предшественники, они дают мощный стимул прорваться именно в столицу Как известно, практически до середины века только Федор Толстой, исключение, дворяне в Академию не шли Это считалось ниже их достоинства, занятия художественными, поскольку художество все-таки продолжало оставаться в сознании людей той эпохи ремеслом Молодой человек, вероятно, амбициозный, осознающий свой талант, стремится в место, где этот талант можно реализовать в полной мере Это столица, столица империи, куда же еще ехать? Академия художеств являлась и художественным центром, и учебным заведением Но при этом учебном заведении еще было воспитательное училище Потому что при Екатерине II идея эпохи просвещения, деятели эпохи просвещения заключались и в том, чтобы воспитать новую породу людей Иван Хруцкий провел в Петербурге около 14 лет В 1830-е годы город еще жил памятью о декабрьском мятеже на Сенатской площади, ознаменовавшем воцарение на престоле императора Николая I О сосланных и повешенных представителях лучших дворянских семей России еще шептались в гостиных В период 1820-30-х годов его жизни в столице именуют Пушкинским Петербургом В городе идет бурное строительство дворцов и резиденций В столицу приглашаются знаменитые мастера, зодчи, художники, скульпторы Жизнь в Петербурге бьет ключом В Академии преподают профессора Бруни, портретист Варнек, пейзажист Максим Воробьев, Алексей Винцианов и великий Карл Бриллов В одном из прошений Ивана Хруцкого в Совет Академии о возведении в звание художника Указан адрес его проживания в 1836 году в третьей административной части по улице Канонерской в доме номер 15 Лисянского Улица Канонерская, бывшая Шкиперная, находилась в Коломне в западной части центра Петербурга Там в деревянных лачугах жил мастеровой люд из-под Коломны под Москвой, съезжавшийся на заработки в столицу Но Хруцкий жил отнюдь не в домике в Коломне, описанном Пушкиным Он поселился в одном из первых каменных домов на улице, принадлежавшем человеку известному Мореплавателю Юрию Федоровичу Лисянскому, участнику войны со Швецией и первой русской кругосветной экспедиции Коллекционеру раритетов, попавших потом в Румянцевский музей Из Коломны до Академии художеств пешком, хода около часа Квартиру можно было найти и поближе на Васильевском острове Но что-то, о чем можно только догадываться, привлекало Хруцкого оставаться в Коломне Номинально Хруцкий числился в пейзажной мастерской Максима Воробьева Он еще не твердо знал русский язык, на первых порах пользовался услугами писаний В Полоцке русский изучали как иностранные Помимо штатных учащихся Академии, воспитанников, учеников, академистов В конце XVIII – начале XX веков в Академии существовали и обучающиеся вне штатного расписания Вольно приходящие и посторонние ученики, благодаря которым число, занимающихся изобразительным искусством, значительно возрастало При этом посторонние ученики, в отличие от вольно приходящих, проходили научный курс обучения И при получении большой золотой медали имели право на звание художника И заграничную командировку за счет кабинета Его Императорского Величества или Общества поощрения художеств Кроме пейзажной мастерской Воробьева посещал портретную мастерскую заслуженного профессора Варнака Одновременно с Хруцким учились и другие белорусские уроженцы Валентий Ванькович, Сергей Зарянко и другие Хруцкий мог знать Тараса Шевченко и Федора Моллера В те же годы в пейзажной мастерской у Воробьева учился и Иван Айвазовский Хруцкий, как и многие художники из Беларуси, сразу по приезду вошел в земляческий круг польских художников Во главе которого стоял художник из шляхты Минской губернии Иосиф Илишкевич Его отцом был органист, служивший в Радашковичах Иосиф Илишкевич уделял особенное внимание землякам, которым нелегко приходилось в чопранном и холодном Петербурге В его бюрократической волоките В тесный круг поляков и белорусов с земель бывшей Речи Посполитой Можно было прийти любому приезжему в Петербург благородному человеку Поговорить на родном языке У Илишкевича бывали не только художники, но и поэты Адам Мицкевич и Александр Пушкин, портреты которых он написал с натуры Алишкевич не только вводил новичка в земляческую компанию Но и оказывал реальную помощь устройствам, знакомствами с необходимыми людьми, советами Хруцкий по просьбе, по рекомендации господина Алишкевича Получил право на копирование в Эрмитаже Вообще форма обучения, как копирование с произведения известных европейских мастеров Была поощряема в России, в частности в Императорской академии художеств Но если Олишкевич его рекомендовал, по рекомендации Олишкевича он попал в Эрмитаж Мы можем также предположить, это только домыслы, что какие-то советы Как учитель-ученику Олишкевич ему тоже мог давать, что касательно живописи Здесь, в Эрмитаже, в залах малых голландцев Он навсегда пристился разнообразием галатского натюрморта Из обретших и воспевших накрытые столы, прерванные завтраки Когда отошедший человек оставляет едва начатую еду И роскошные десерты, воспевающие изысканную посуду И битую дичь, принесенная с охоты трофеи Суету-сует с книгами и черепами Натюрморты с курительными принадлежностями А особенно цветы и плоды, очаровавшие его разнообразием и изысканностью флоры Знакомство с этими натюрмортами, они, безусловно, повлияли Может быть, в большей степени, ну, мне так кажется, чем академия Во всяком случае, он начал написать нотерворды раньше, чем начать работать в другом жанре Ведь художники, если они начинают так, эта любовь остается у них на всю жизнь И вот ту декоративность, праздничность, и, вы знаете, даже набор предметов Во-первых, он очень любит цветы Причем не какие-то полевые цветы, а вот те, которые выращиваются в оранжереях Даже некоторые предметы, некоторые предметы, там какой-то кувшин или что-то Он больше характерен, опять же, для тех натюрмортов голландских Многие приемы, перенятые у классиков натюрморта и пейзажа Были отшлифованы классическими установками Академии художеств Здесь Хруцкий делает поразительные успехи Получает серебряные медали первого достоинства и малую золотую медаль И за портреты, и за натюрморты Хруцкий, когда он только начал обращаться к натюрморту Ну, нам известны натюрморты начала 30-х годов, которые есть в нашем собрании Это были такие натюрморты, небольшие по размеру, с таким черным фоном И на этом черном фоне выделялись фрукты Или, вот он писал натюрморты с птичками часто в начале 30-х годов Но постепенно его натюрморты становились все более и более декоративными Они становились большими по размеру И когда Хруцкий получил звание академика, то он был отмечен как мастер по живописи цветов и плодов То есть звание академика он получил в том числе и за натюрморт Если опять вспомнить голландский натюрморт, он в XIX веке уже воспринимался как музейный Музейная картина, овеянная славой, овеянная временем Ну, что называется, классика жанра Так вот, Хруцкий в своих картинах эту классику жанра сумел сохранить Ну, представьте себе, что, во-первых, все предметы, если посмотреть на его цветы и плоды Любую из его картин, они все цветы и плоды, потому что название такое, ну, как бы ни о чем не говорящие Оно скорее характеризует содержание Все предметы там очень демократичны Даже, я бы сказала, нарочито демократичны и очень современные Ну, можно вспомнить его знаменитую вазу или кувшин с рельефными изображениями собак и ручкой в виде лисицы Такие, кстати, вазы делались на петербургской фабрике той эпохи Они из фаянса, стало быть, они были доступны далеко не просто богатым людям, а людям среднего класса Как сейчас можно сказать, то есть такой, ну, не ширпотреб, но доступная вещь в обиходе И остальные предметы там тоже очень доступны То есть, по сути дела, это такое повествование о жизни небогатого жителя города или поместья Со средствами, но небогатого И вот эта вот доступность, узнаваемость предметов покупателей притягивала То есть, я помещу у себя в комнате то, что я вижу каждый день Это отражение моей жизни, моих привычек, моих наблюдений, моих привязанностей Потому что известно, что мы к предметам и вещам порой привязаны не меньше, чем к людям А второе свойство все равно это картина, которая хранит в себе историю жанра Это картина, которая достойна украсить интерьер и как бы приподнимает нас над этой действительностью Ведь вспомним голландцев, те же цветы и плоды, и они изысканные, роскошные И у Хруцкого они тоже изысканные, роскошные, нежные лепестки, гладкая кожура и так далее И самое главное, что художник нет-нет, да и напоминает зрителю какими-то фрагментами, эпизодами, даже деталями А вот этой традиции, ну, например, лимон с обрезанной кожурой Его вы всегда встретите в голландских завтраках Причем не в простых завтраках, а в так называемых роскошных, поскольку это экзотический плод Он любит предметный мир, он им любуется И он пытается показать особенности своеобразия каждого предмета, каждого цветка Вы посмотрите, ведь он действительно пишет и овощи, и фрукты, которые растут в разных совершенно странах Произрастают в разных странах и не в одно и то же время созревают А ему это не важно, ему важно показать вот каждый предмет этот в отдельности Его красоту, его форму, его цвет, его блеск Хотя ведь он и не стремится к тому, чтобы выявить сущность этого предмета Нет, вот именно вот эту красоту внешней формы Имея талант, потрясающее трудолюбие и покровительство известных и состоятельных особ Становится понятным, почему Иван Хруцкий так быстро в 29 лет получил звание академика На которое другим художникам требовались многие годы работы Он показал совету профессоров на академической выставке 1839 года 13 лучших произведений, выбранные для получения звания академика В академии его учеба чрезвычайно успешна То есть он, как ученик, себя проявляет очень хорошо Причем проявляет сразу вот как раз во всех малых жанрах Сначала ему дают малую серебряную медаль за одни работы, то есть за два женских портрета Потом и следующий год, это уже цветы и плоды В 1936 году, вот как раз в нашем собрании есть эта картина За которую ему дали первую малую золотую медаль Цветы и плоды И якобы вот Варник расписался на обороте И поставил в свою фоксимиле Что Варник принимал экзамен у Хруцкого И, так сказать, его работу опробировал И дальше больше Ему, наконец, присваивают звание академика Причем присваивают, опять-таки, не за одно произведение И Хруцкий специально не исполняет программы Как полагалось, название академика полагалось исполнить задание Программу живописную Хруцкому дают, как бы сейчас выразились в академической ученой среде По совокупности работ То есть вот за успехи в живописи портретной, пейзажной И особенно, слово это выделяю Особенно плодов и овощей Хруцкого удостоит звание академика живописи Звание почетное Оно венчает, по сути дела, академическую карьеру любого художника Который имел счастье учиться в Академии художеств Петербургской И, конечно, можно сказать, что именно в этом месте Хруцкий сформировался как живописец Именно Петербургская академия стала той основой его творчества И, собственно, базой для такого расцвета творчества Собственно, признание художника получил уже как академик Хруцкий приобрел имя и звание академика Прежде всего, как живописец цветов и плодов Жанра редкого в ту эпоху, который наш земляк сделал в России популярным Вызвав к жизни многих подражателей В 18 веке в русском искусстве процветал тип натюрморта Так называемая обманка Изображение иллюзорно прописанных предметов В подражание голландцам Цветы и плоды, сплетенные в венки и гирлянды Писались издавна на иконах в типе Богоматерь неувядаемый цвет Цветами и плодами расписывались подносы и куфры Сундуки в русских и белорусских деревнях Цветочные мотивы получили особенное распространение в век романтизма Но особенно повлияли на Хруцкого голландские натюрморты С величайшим разнообразием изображаемых предметов Картины голландцы называли по сюжету изображение Ваза с цветами, накрытый стол, фрукты Натюрморты с курительными принадлежностями Картины с изображением черепа Копии из голландских и фламандских натюрмортов в Эрмитаже не прошли бесследно Пользуясь арсеналом старых мастеров Фейта, Миньона, Яна Брейгеля, Бархатного Хруцкий нашел несколько своих композиционных схем Которые постепенно точил до совершенства В его творчестве явно ощущается влияние голландского искусства, в частности творчества Яна Фейта Он здесь пересматривает и перерабатывает те принципы, которые были в голландском натюрморте До сих пор он не обращался к изображению битой дичи Такая деталь есть в его натюрморте Который был одним из тех, за которые он получил знание академика Это большой натюрморт, который находится в музее Академии художеств Петербурга Тогда он начал обращаться к изображению дичи И здесь в натюрморте битые дичи, овощи и грибы Тоже мы видим изображение этой дичи Дичь присутствует и в голландских натюрмортах Но в голландских натюрмортах она появляется в середине XVII века Когда общество в Голландии, буржуазия, начинает подражать аристократии И вот как знак их аристократичности они начинают ездить на охоту И охотиться не ради пропитания, а ради того, чтобы как-то разнообразить свою жизнь И ради времяпрепровождения И дичь в натюрмортах голландских художников отличается от такой особой изысканностью, утонченностью, выразительностью У Хруцкого совсем иной подход к изображению дичи Это дичи, это овощи, которые, может быть, раньше редко встречались в его творчестве Капуста, лук То есть те природы, которые используют в повседневной жизни для приготовления обеда, для того, чтобы питаться И дичь здесь тоже как предмет пропитания То есть не знак аристократичности, не уточенно он ее изображает, как голландские художники А так очень убедительно, достоверно, как и другие предметы На основе всего увиденного он создал свой узнаваемый стиль написания и композиционные приемы расположения предметов В его композициях нет голландской пышности и вычурности Они проще, лаконичнее, яснее Чаще всего это максимально приближенный к зрителю стол, уставленный многочисленными предметами Он редко украшен дорогой драпировкой или простой скатертью Стол взят чуть сверху, но зрителю видна только поверхность первого плана Определить границы стола, как правило, невозможно При кажущейся простоте построения натюрморта Хруцкий демонстрирует Великолепное знание точно рассчитанной перспективы в расположении предметов Разные формы под различными углами зрения Точного и изящного рисунка Светотеневой моделировки предметов С учетом прямых и дополнительных теней, падающих от других предметов Свои картины по обычаю того времени Хруцкий представил на просмотр императору Николаю Первому И в знак одобрения получил за них золотые часы с цепочкой В конце 1830-х годов Хруцкий академик – успешный художник Ему удалось не только устроиться в Петербурге, содержать себя, но и устроить в Академию младших братьев Чтобы обучить их мастерству живописца Практически одновременно с ним посещал мастерскую Воробьева и его брат Евстафий Тимофей За обучение надо было вносить небольшую плату и строго следовать распорядку занятий Что и обещал молодой художник Портрет остается любимым жанром Хруцкого в петербургский период Судя по академическим отчетам, он создает множество портретов Только за 1839-40 годы отчет указывает на создание девяти портретов с разных лиц В 1842-43 годах в отчете упоминается уже 13 портретов Каждые два месяца Хруцкий создавал портрет или писал несколько одновременно Это свидетельство о его работоспособности и необычайной востребованности Как портретиста в кругу высшего чиновничества, духовенства и купечества Подготовка в Академии художеств для него не прошла даром Потому что у него есть еще целый ряд портретов И некоторые из них позволяют говорить о его мастерстве портретиста Он был очень известным портретистом И вот архивные сведения говорят нам о том, что в самом начале 40-х годов А это расцвет его портретной карьеры Он исполнил более 20 портретов Это при том, что он в это время не только жил в Петербурге А он еще и по семейным обстоятельствам уже уезжал в Беларусь И там успевал выполнять заказы То есть заказами он был просто завален Стало быть, его ценили И ценили именно какие-то свойства его живописи определенные И я вот думаю, что эти свойства были прежде всего вот этот трезвый взгляд художника И главное его внимательность Хруцкий действительно очень внимательный живописец И поэтому вот в его портретах есть такой немножечко оттенок тоже натюрморта Человек как явление природы Портретов девушек с корзинками или гроздью винограда у Хруцкого несколько Поставленные в ряд в хронологическом порядке И они образуют своеобразный жизненный цикл Все они написаны в 1830-е годы И показывают три возраста женщин Детство, юность и зрелость Мне кажется, что это вообще шедевр Хруцкого Самая лучшая вещь, хотя он за нее ничего не получил Она удивительно поэтична, удивительно нежна Она необыкновенно красива по цвету Хотя цвета там довольно яркие Но очень красиво, красиво подобраны друг к другу Она удивительно красива по линиям Они такие пластичные, мягкие, нежные Певучие эти линии Там достаточно посмотреть на овал ее лица, на прическу ее Ну и вот то, что она увенчана еще и веночком белорусским С васильками Мне кажется, что вот в этом он выразил Вот какое-то свое романтическое восприятие женской красоты, женского опыта Кто же эти таинственные незнакомки? Модели Хруцкого портретны Они взрослеют, стареют Входят в возраст материнства Понятно, это женщина Не случайный человек, близкий художнику Живший рядом с ним долгие годы На портрете неизвестная особа Изображена у стола с цветами и фруктами Художник не отдает предпочтение ни одному из жанров Это и портреты, натюрморт Соединенный воедино в картину с элементами жанра Жеста женщины воспринимается как мотив угощения Она словно богиня Флора Представляет дары щедрой природы Это таинственная незнакомка Которая всегда вызывала разные версии Например, внуки и правнуки самого художника Убеждены, что это их бабушка То есть жена Хруцкого Они в этом были совершенно уверены Потому что портретов очень много На протяжении всей жизни Ну а кого он мог писать, если не самого близкого человека И они были совершенно убеждены Мы в переписке с нашими ведущими сотрудниками Говорили, что вы напрасно называете ее неизвестной Это жена Хруцкого, разумеется, жена Но он женился действительно позже В 1845 году Но кто знает, может быть, это была вторая его жена Мы же ничего не знаем о его жизни в Петербурге Личной жизни Я предполагаю, что это все-таки его сестра Одна из сестер То есть вот этот портрет уже немножко постаревшей Незнакомки Написанная точно в такой же композиции Как она писалась в 30-е годы Свидетельствует о том, что эта женщина была рядом Всю жизнь И в 30-е годы, и в 60-е, и, возможно, 70-е Она была где-то в его кругу И мне кажется, что этот круг Действительно семейный круг должен быть Скорее всего, что это была близкая родственница Быть может, его сестра У него было три сестры И когда он потерял отца, кормильцы Вероятно, именно они решали все семейные вопросы А Крускому очень предстояло решить эти семейные вопросы И нести ответственность за семью Все-таки у него было три сестры и два брата Сестеру надо было выдавать замуж Надо было давать им приданное И, конечно, ответственность чисто такая материальная На нем лежала очень большая Поэтому он пожертвовал, возможно, своей карьерой в Петербурге Ради того, чтобы сделать свою семью достаточно благополучной И это ему удалось Важен костюм, важны украшения, важна прическа И, собственно, дама, которая предстает перед нами, предположим Она вот как раз и есть портрет не только этого человека Но какой-то среды, где так одеваются, так себя ведут Так принимают гостей Или вообще какие-то свойства человеческой натуры Здесь обобщаются Представляют нам срез общества По сути дела Я думаю, вот этим портреты Хруцкого Прежде всего интересны И этим они привлекали его современников А спустя время стали своеобразным историческим портретом Своей эпохи, своего времени В начале 1840-х Хруцкий часто приезжает на родину из Петербурга И здесь его ждут многочисленные заказы Хруцкий исполняет в 1841 году портреты местных чиновников Например, председателя Витебской казенной палаты статского советника Петра Рубцова И парны к нему его жены С особенным вниманием он пишет все награды мужа И тщательно скромное украшение жены Не случайно в портрет Рубцова и введена веточка плюща верхолаза Растение поэтов плющ в романтической символике означал верность и удачное замужество Некоторые заказные портреты отличаются особенной парадностью Таковы портрет неизвестный 1843 года И портрет девочки в голубом платье начала 1840-х годов Местная белорусская шляхта с удовольствием заказывает портреты своему ставшему знаменитым земляку Хруцкий точно отражал вкусы небогатого дворянства Создавая нарядные, тщательно исполненные портреты Отличавшиеся безусловным сходством и декоративностью 1844 год – важная дата для творческой биографии художника На заработанные в Петербурге деньги, возможно, в долг Близ Полоцка, в местечке Захарничи, он покупает землю с лесом 285 десятин удобной и неудобной земли у озерца Щелопок Стать владельцем земли в северо-западном крае после восстания 1830 года было непросто Надо было документально подтвердить дворянство в Герольдии Сената Доказать свою благонадежность, указать вероисповедание и даже домашний язык русский Это правило действовало и через 52 года, когда на Витебщине купил имение, немного меньшее, чем у Хруцкого, прославленный Илья Репин, тогда 38-летний художник с семьей и детьми Вот у нас есть замечательная работа в усадьбе Захарничей, интерьер И если мы с вами посмотрим, то мы увидим тут работы известных мастеров или современников, или старших современников Скажем, Федор Бруни, богоматерь, Плюшар, римлянка спящая, или художник Федор Моллер, поцелуй Копии с известных картин особо ценились как украшения шлихетского дома наряду с авторской живописью Об этом усадебном периоде жизни художника известно немного В 1855 году он пишет портрет своего пятилетнего сына Иосифа, интерьеры своего дома с играющими детьми Эти картины по настроению созерцательности и умиротворения Похожи на живопись крепостных художников, учеников Венециановской школы, поэтизирующих скромную усадебную жизнь Начиная с 1846 года, Иван Хруцкий много и плодотворно работает в Вильно и Ковно Западных губернских городах Российской империи В 1846 году Иван Хруцкий отримал лист от архиепископа Литовского и Вильянска Иосифа Семашки В листе Семашка сказал, что пропросил Хруцкого написать целый шерох образов для иконостасов Обещал стол, обещал квартиры у Вильни и достоповую степлую плату для великого заказа Тысяча рублей было за несколько десятков живописных икон Барочный Вильна с его причудливым рельефом, древняя столица Литвы, своей живописностью должна была произвести впечатление на художника В течение 10-12 следующих лет Хруцкий периодически приезжает в Вильна, проживая в Тринополе, владения Семашка под Вильной Проживая в Тринополе, он написал несколько портретов самого Иосифа Семашки, его сестры, детей сестры Сделал 32 портрета особ духовного звания Эти портреты были одинакового размера Как раз один портрет из этого собрания можно увидеть и на выставке Это портрет Викентия Лисовского, монаха и исповедника самого Иосифа Семашки В 1857 году в Новожировицах под Вильна, где очевидно жила семья Хруцкого, у художника родилась дочь Мария Анна, Марылька Двое детей, частая модель его интерьеров 1850-х годов, всегда считались детьми художника Сейчас, зная даты их рождения, выяснилось, что это просто детская модель Последняя значительная картина художника датируется концом 1860-х годов Где же картины 1870-80-х годов? Они неизвестны Художник умолк Почему? Ему уже более 60 лет, но и в 75 он еще крепок Не выглядит стариком Ответ прост Ушли в тень главные заказчики его картин Та шлихецкая прослойка, которая традиционно заказывала свои портреты В 1868 году умирает его покровитель Иосиф Семашка И связь с Вильна обрывается Художника стали забывать По своду цикава, что Хруцкий, веки дасткова активным астаком, дасткова шмат писал Просто в середине 50-х годов выпадает с гистории И он зникает, растворяется и ягонных картин Токи некольких домов, отстворенных после 55-го года Так само загадки про его с прессовники, с дженников, с листов и инших людей Зникают Потрясно Верогодно и он, заезжая в свою манину так захарничать из Вильни Ну, в общем, он заребил достаточно грошей, как уже больше не працевать над заказами постоянно Идиллические интерьеры и портреты Хруцкого диссонировали с настроением времени Появились и новые портретисты, писавшие по-новому, более свежо и сочно Выросли дети, Марылька давно уже, барышня на выданье Еще при жизни Хруцкого его творчество стало высоко цениться А его имя появляться в изданиях мемуарного характера В 1883 году в Петербурге вышли записки Иосифа Симашки в трех томах В которых была упомянута и работа Хруцкого в Вильне В 20-х числах марта 1884 года в Петербурге на аукционе коллекционеров Варгуниных Знаменитый коллекционер Павел Михайлович Третьяков для своей галереи приобретает у супруги Варгунина за 500 рублей натюрморт «Плоды и цветы» 1839 года Так еще при жизни художника его натюрморт попал в галерею русской живописи, что было честью для любого российского живописца Какой был Третьяков замечательный собиратель? Как он умел отобрать самое лучшее, самое интересное, самое качественное? Ведь эта картина знакома всем Как купец Третьяков никогда просто так не разбрасывал деньги Он говорил, что каждая сэкономленная копейка пойдет потом на благо народу Работа Хруцкого отличается очень хорошей сохранностью Это значит, что художник относился серьезно к своей работе Он просушивал все слои, прежде чем наносить следующий слой рисировочный Он просушивал грунт, он подбирал краски, которые сочетаются друг с другом Очень часто художники 19 века, которые работали в порыве вдохновения, наносили эффектные краски И потом впоследствии мы видим, что часть из них потрескалась совершенно Это не крокелюр, а масляные разрывы, которые не поддаются реставрации Часть из них изменила свой оттенок цвета Нет, в Груцком это не относится Все его работы направлены в вечность Все они выполнены на высоком техническом уровне Что и показывает тоже, как художник относился к своей работе Очень ответственно В этом предсмертном автопортрете В этом предсмертном автопортрете Хруцкий умер 13 января 1885 года Он предстает перед зрителем уже без внешних атрибутов художника, творца А обычным провинциальным гречкосеем, достойным работником, хозяином на своей земле Только усталый и печальный взгляд говорит о разочаровании и смирении перед жизнью Похоронили художника, члена Императорской академии художеств На сельском лесном кладбище в Захарничах Еще в 1920-е годы там стояла надмогильная стела с его именем Ни одного некролога о его смерти в печати найти не удалось В российских справочниках по искусству в начале 20-го века он давно уже числился умершим Знатоки запутались между тремя хруцкими художниками И похоронили Ивана Фомича задолго до его физической смерти Важно то, что его творчество стоит в одном роде с советовыми европейскими мастаками И то, что у нас, у нашей коллекции Национального мастацкого музея заховывается Большость творов его, это 24 творы Это говорит про то, что наши попередники надавали великую увагу сбору творов нашего земляка Елена Васильевна большую, значительную часть наших вещей приобрела до того, как открыли картинную галерею после Великой Отечественной войны То количество произведений хруцкого, которое попало к нам в наш музей, что удалось собрать Елене Васильевне, это, конечно, в общем, подвиг Его творчесть уславила не только имя, его творы, но и нашу Беларусь Сусветно ведомый мастак, який народился у Витебской губернии И свой життёвый шлях кончил так само у Витебской губернии под Полоцком Елен унес вельми значный уклад у развития не только беларусского мастацтва, а и у европейского мастацтва Елен широко ведомый мастак и належит безумовно Беларуси, Литве, России и целому сусвету мастацтскому КОНЕЦ 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 КОНЕЦ